Ульяновская делегация Ульяновская делегация Ульяновская делегация Было принято решение, что за реализацией каждого нацпроекта в регионе будет закреплен ответственный партий. Также должны создаваться экспертные советы, которые будут доводить информацию о выполнении программ до партийцев. Все вот эти площадки, которые есть, официальные площадки в виде законодательных собраний, городских домов, советов депутатов, все возможности в рамках проведения единых дней приема партии людей надо использовать для того, чтобы вот эти партийные проекты, вот эти национальные проекты, вот эти наши региональные проекты и региональные инициативы нашли отражение на качестве жизни людей. Мы создали совместный такой вот проектный офис, такой центр управления реформами совместно с Единой Россией. Одним из главных участников реализации нацпроектов должны стать предприниматели. И в первую очередь малый и средний бизнес. Именно эти направления будут в приоритете работы. Очень важно, чтобы легализовать экономику. У нас, к сожалению, во всей стране, ну и мы вот решили в Ульяновской области начать с себя, создать условия, чтобы бизнес работал в прозрачных условиях, в благоприятных условиях. И для этого тогда в этом случае будет легализация экономики. А это очень важно, это доходы. Мы демонстрируем в сравнении с другими субъектами Российской операции очень хороший темп рост собственных доходов. Другой важный вопрос. Развитие села. Участники одной из дискуссионных площадок выступили со своими предложениями, как помочь в обустройстве российской деревни. Сегодня речь шла о новом национальном проекте. Не просто государственной программе развития сельских территорий. Раньше она была просто включена в общую программу развития АПК. А сейчас речь идет именно о государственной программе развития сельских территорий на ближайшие 6 лет. И это здорово, если она будет. Ульяновские единороссы принимали участие в работе всех площадок. Активно вступали в дискуссию. Например, председатель областной ассоциации фермеров Станислав Санкеев говорил о наболевшем, о сельских дорогах. Большая сумма денег уходит именно в городские поселения. Города, крупные поселки, райцентры. А села все-таки недостаточно этого финансирования. Из-за того, что там живет небольшое количество населения, а налог платится от того, где зарегистрировано транспортное средство, то есть налог. Ну, и они хотят, естественно, пересмотреть немножко пропорции и все-таки увеличить финансирование на сельские дороги. Центральным событием второго дня съезда стало пленарное заседание. На нем были определены задачи и направления работы на следующий год и подведены итоги прошедших дискуссий. Единая Россия – это партия народного большинства и должна играть ведущую роль в достижении национальных целей развития. Это и привилегия, и ответственность нашей партии, как крупнейшей политической силы. Партии, готовой принимать весьма непростые решения и действовать в стратегических интересах страны и большинства ее граждан. Мы решились на новые амбициозные задачи. Премьер-министр отметил, что Единая Россия достигла успеха во многом благодаря партийным проектам. Кроме того, Дмитрий Медведев поручил организовать всероссийский партийный контроль за исполнением национальных проектов. Основная работа должна быть проведена в регионах Российской Федерации. Без поддержки Единой России на этом региональном и даже на муниципальном уровне успеха не будет. Мы должны это понять, осознать и действовать как единая команда, исходя из общих целей и общих задач. И у Единой России здесь повышенная ответственность. Ответственность за историческую судьбу Родины. Съезд закончился. Делегаты и его участники разъехались по своим регионам. Выполнять принятое решение. Данила Ноздряков, Юрий Конехин, Ульяновская правда, Москва.